и вот программа автостоп начинает борьбу борьбу с эвакуаторами потому что я езжу и смотрю и вижу людей которые кормят эвакуаторы то есть представляете вы ему заплатили небольшую сумму да ну может быть и большую кстати вот и он вас туда привез и там вам начинает песни петь рассказывать о том что здесь все дешево быстро и сердито но так не получается потому что там машины стоят и стоят они в большом количестве но машина не стоят здесь на сурикова 11 потому что здесь все по-другому то есть машины приходят и быстро делают и вы уезжаете на нормальном автомобиле надо понимать где ваша машина должна делаться при всем богатстве выбора другой альтернативы нет и было то время когда не было страховки и тот кто въехал оплачивал но сейчас что творится все судятся машинки то не ездят кстати как вы думаете сколько человек умеет плавно работать со сваркой и выкручивать из небытия ваш авто много да нет немного этому искусству учиться надо как в телевидении много кренделей осваивала машины но нормальный то один и пырхается он с автомобилями уже 13 лет я конечно понимаю что немножко по-другому работать поэтому машин то и нету но есть другие люди и у них вот все не так просто потому что езжу смотрю 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 не первый раз и не первый месяц те же самые машины о чем речь то идет ну тут видимо можно рассказать одну историю из моей практике ко мне обратился один человек с просьбой отремонтировать его машину которая стоит в сервисе которую увезли после дтп на эвакуаторе в этот сервис и дал адрес этого сервиса мы туда проехали тетя был занят ему некогда было с нами и не нашли эту машину там оказалось даже что там и не красят автомобили не просто их принимает у них там их много вот начали выяснять оказалось что эту машину перегнали еще куда-то где-то другой сервис мы поехали туда и нашли ее там в отстойнике в самом самом краю заваленную уже запчастями и этом все поцарапали какие-то запчасти кому-то приглянулись их уже куда-то там переставили вот я позвонил владельцу автомобиля объяснил ему ситуацию наш приехал был очень впечатлен таким произволом и конечно мы не будем ничего говорить потому что у нас существует журналистская самоцензура да но я так понимаю что он не самые хорошие слова про них говорил ну я думаю что он бы может и выразился там нецензурно кому-то но предъявить это было некому потому что принимали одни их потом уволили совершенно другие люди передали эту машину третьим людям и никто ничего не знает кто должен был эту машину делать когда вот он так так и стояла там без ремонта бесхозная вот мы ее сюда привезли забрали все сделали то есть уже человек знал кому отдал и напрямую с нами общался то есть он звонил конкретно мне мастеру который занимается автомобилем и все что с ней происходило то есть он уже знал непосредственно я так понимаю что в любом случае ваше место сурикова 11 это видно если что-то делается то пожалуйста вот он два места один бокс и другой покрасочная камера то есть понятно что с машиной случилось да к нам когда люди пригоняют автомобилю у нас два бокса один вот покрасочный бокс один слесарный где мы разбираем подготавливаем машину покраски ремонтируем кузова жесть все что там допустим повредилась при дзп там трансмиссии с ходовой частью все это здесь ремонтируется на одном месте мы никуда их не отгоняем не передаем там другим людям человек может приехать в любой момент и то есть я здесь живу это мой дом и всегда спросить что и как происходит да как как вы хотели людей которые могут красить и вытягивать мало и в большей части большинство из них пьяницы то есть вам эвакуаторщик парит но прежде чем отвезти вы посмотрите на то сколько там автомобилей а лучше съездите вместе увидите много машин да заплатите лишних 500 и увезите туда где все делается и уж поверьте мне в процессе восстановления вашего авто суммы это будет мизерной зато вашу машину в другом месте восстановят быстрее и вы намек то поняли посмотрите за моей спиной что вы видите нормальные машины которые в ходу здесь практически нету автомобилей которые на ремонте но только передо мной называется за сенс или что это или фана не помощью вот то есть эта машина приехала сюда она будет сделана достаточно быстро потому что бампер снят бампер делается он пожалуйста если ваша машина где-то и в каком-то состоянии пребывает достаточно длительное время то надо понять что у вас немножко чуть-чуть обманули скорее всего это сделал эвакуатор потому что он вам рассказал что машина будет сделана быстро отнюдь нет до проблему возникает у людей понимаете в чем дело часто люди пьют понимаете пришел человек вроде работа есть а потом спился ну по-моему это неправильно здесь такого нету люди работают машина улетают и почему бы и не быть этому тем более когда я свои машины делаю